В языческие времена древние славяне поклонялись верховному богу Сварогу, богу света и справедливого суда. Его супругой была красавица, богиня любви Лада. Лада-матушка, движущая сила мироздания. Какое отношение имеет Сварог к Есенину? А вот какое. В то время в Ленинграде... А, кстати, Петроград был переименован в Ленинград 26 декабря 1924 года, когда Есенин находился в Тифлисе. Так вот, в Ленинграде жил известный очень русский художник Василий Семенович Корочкин. Он в 1925 году стал обладателем серебряной медали в Париже за свой альбом 9 января, в который вошли 11 картин. Так вот, когда он был студентом, ему надо было написать картину «Бог небесного огня Сварог». И она ему так удалась, что экзаменаторы даже пошутили. «Корочкин, ты что, в зеркало смотрел, когда я его писал? Точно-точно тебя похож!» И с того дня Корочкина и стали величать Сварог. Так вот, Сварог был лично знаком с Есениным. И они даже вместе планировали совместное выступление, потому что Сварог очень здорово играл на гитаре. И Есенин мечтал читать под его аккомпанемент. И вот 28-го ранним-ранним утром, неизвестно от кого, узнав о смерти Есенина, Василий Семенович примчался в Англитер первым, еще до свидетелей и до князева, и увидел Есенина беспрекрас, то есть без грима нанесенного. Он мгновенно понял, что убит. Тело лежало у ног участкового, который огрызком карандаша корябал акт. Вы представляете, документ, на котором будут поставлены подписи свидетелей, написан карандашом. Это же можно все стереть и написать все, что угодно. А Корочкин все скрупулезно нарисовал. Все детали. Ничто не ускользнуло, даже малейшая мелочь, от зоркого его глаза. Скрещенные ноги, чего никак не может быть у повешенного. Порезы на руках, в ладонях, черные пятна на виске, это запекшаяся кровь, отсутствие высунутого языка, разорванная, расхристанная одежда. все говорила о жестокой борьбе и об убийстве. Буквально кричала. Но еще он обратил внимание и зарисовал это, что у него были расстегнуты брюки, и они были даже приспущены. Такое впечатление, что его хотели изнасиловать. А еще он заметил пыль и кусочки ворса на одежде, лице и волосах. Складывалось впечатление, что до этого он был завернут в ковер. И странная поза. Правая рука была согнута и поднята к шее. После Сварога вскоре появился Моисей Напильбаум и навел первый грим. И вот вопрос возникает, каким образом Моисей Напильбаум, живший в Москве, вдруг добрался до Ленинграда так быстро, поезд идет сутки. Если он 27-го выехал, то он должен был быть 28-го вечером. Значит, убийца, истязавший Есенина, уже знал, что не отпустит его живым и по телефону вызвал Напильбаума, который выехал не позднее 26-го числа. Еще были свидетели, которые после этого грима пришли, и среди этих свидетелей были писатели Борис Лавренев и Николай Браун. Они не подписали акт, и когда надо было выносить тело, Николай Браун взял его под плечи, и, о ужас! Голова опала, она не держалась. Это говорит о том, что были перебиты шейные позвонки. В книге Мельгунова «Красный террор в России» он упоминает об этих специальных удавках, которые использовали в ЧК для перелома шейных позвонков. И к Есенину, по всей видимости, была применена такая, потому что на его лице были борозды, которые шли от рта по обеим сторонам щек. Это говорит о том, что Есенин хотел правой рукой освободиться от этой удавки, но она попала ему в рот, и поэтому борозды шли по щекам в сторону затылка. А на пельбаум потом эти борозды загримировал. Николай Браун позже сказал, что Есенин был умучен. Теперь можно не сомневаться в словах Варвары Васильевой, которая подтвердила догадку сварога, что он был завернут в ковер. Варвара Васильева она работала уборщицей как раз в те дни, и она заявила, уже будучи старушкой, что с 24-го по 28-е она не видела Есенина, потому что она обслуживала, за ней был закреплен номер пять. И ей, в общем-то, не к чему было врать в ее таком уже преклонном возрасте, но тем не менее можно было бы усомниться в ее словах, если бы 28-го декабря со сцены МХАТа Качалов, зачитавший некролог Льва Троцкого, произнес дату смерти 27-е декабря. Она прозвучала так. Вот короткая выдержка из некролога. Мы потеряли Есенина такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего, и как трагически потеряли. Он ушел сам, ушел из жизни, без крикливой обиды, без ноты протеста, не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. Больше не могу, сказал 27-го декабря, побежденный жизнью поэт, сказал без вызова и упрека. Только теперь, после 27-го декабря, можем мы все до конца оценить интимную искренность есенинской лирики, где каждая почти строчка написана кровью пораненных жил, сорвалась с обрыва незащищенное человеческое дитя. Иуда вот Иуда тоже предал на смерть Иисуса Христа, целуя его. Вот так и Троцкий отдал убийцам на растерзание Есенина, а потом в своем иезуитском некрологе вроде бы как плачет крокодильями слезами. Так в чем это уже причина такой явной нестыковки. Газеты пишут, что смерть наступила 28-го, а Троцкий заявляет 27-го. А очень просто. Дело в том, что Троцкий получил уведомление от своего личного секретаря Блюмкина, что приговор приведен в исполнение. И память Троцкого четко зафиксировала эту дату смерти. и он автоматически написал ее в некрологе. И этим подтверждаются слова Варвары Васильевой, которая сказала, что она видела, как 27-го по темному коридору, неведомо откуда, несли человека, завернутого в ковер. А вот эту дату 28-е нельзя было изменить этим фальсификатором, потому что она связана с письмом, якобы написанным Есениным и врученному и врученному Эрлиху 27-е. 27-го. Это письмо сфабликовал Блюмкин под делом почерк Есенина. Очень интересно еще то, что на этой записке вверху в левом углу клякса. клякса. Эрлих уверял, что не было чернил, и Есенин написал ее кровью. Но если присмотреться, то это вовсе не клякса, а это нарисованное рыло свиньи с ушами. Во-первых, Есенин никогда не писал, не рисовал на черновиках, а во-вторых, мог ли он на пресмертной записке нарисовать рыло свиньи. Это рисунок Эрлиха. Причем это глумление. Он к этому рисунку еще и написал стихотворение, которое назвал «О свинье» и адресует его как бы другу. Вот очень многозначительное стихотворение и вот строки из него. Он обращается к этой свинье со словом «друг». Пойми, мой друг, святые именины твои отвык справлять наш бедный век. Запомни, друг, не только для свинины и для расстрела создан человек. С каким смакованием, с какой издевкой Эрлих намекает что этот друг во-первых, убит, во-вторых, святые именины, что он крещен с именем святого Сергия Радонежского, и в-третьих, наш бедный век отвык справлять святые именины, что этот друг, то есть Есенин, он предан забвению, он вычеркнут из русской литературы и памяти народа, и чудовище многоголовое ликует это и Эрлих, и Блюмкин, и Троцкий, а Блюмкин и является тем чёрным человеком, о котором Есенин написал за месяц и тринадцать дней поэму «Чёрный человек». Вот истинное лицо Блюмкина злобный, лукавый, жестокий, коварный, он не только знал о готовящемся убийстве, но он был прямым его соучастником. Поэма «Чёрный человек» она была использована большевиками как доказательство, что Есенин психически больной. Но это не сумасшествие, это не мание преследования, это ясное, чёткое предчувствие надвигающейся смерти, причём неестественной, о чёрной смерти от чёрной дьявольской силы. Вы знаете, мне даже не хочется читать строки из этой поэмы, кто хочет, почитайте сами. А тогда и жизнь, кстати, а вернее, смерть Есенина подтвердила его правоту. А тогда, когда поезд пришёл в Ленинград с Есениным, его сразу отвезли не в Ланглитер, а по адресу улица Майорова, дом 8, дробь 23, с вывеской «Булочная». Да, под этой вывеской действительно находилась булочная. А вот под ней в подвале располагалась следственная тюрьма ГПУ. Вот сюда и притащили его. А нам уже 95 лет говорят о том, что Есенин жил в Англитере. И с этой официальной лжи клубком закручиваются все последующие лжесвидетельства. Неужели Москва не подходила для самоубийства и Есенину нужен был непременно Ленинград? Неужели спасаясь от московских чекистов он хотел броситься в объятия питерским? Ведь Англитер это логово чекистов и поселиться там можно было только с распоряжения самого высокого начальства. Но Есенин же не был дурачком. А как же все-таки он оказался в этой гостинице да еще в номере пятом? Эту загадку разгадал удивительный человек следователь по особо важным делам полковник МВД Эдуард Александрович Хлысталов. Уже будучи на пенсии в течение нескольких лет он работал в архивах ФСБ и МВД и то, что он обнаружил повергло его в шок. Есенин в Англитере не жил. А как это удалось ему раскопать? Дело в том, что в то время все гостиницы контролировал экономический отдел ГПУ. Он запросил рабочие журналы за декабрь 1925 года с проживающими в Англитере. Но из ведомства ему ответили, что архив экономического отдела этой поры таинственно исчез. Казалось бы, дверь захлопнулась, а ключа от замка нет. Но Хлысталов профессионал высочайшего уровня и он к разрешению этой загадки подошел с другой стороны. 1925 год это время НЭПа новой экономической политики. Значит, должны быть журналы с жалованиями, с налогообложением граждан. И такой документ он нашел. это была форма номер один. В ней отражались все доходы граждан, все жалования, все приработки. Но самое главное, в ней дважды в год отражались финансовые, ревизорские списки жильцов гостиницы. причем с обширными сведениями о каждом из них. И вот когда ему попала в руки форма один гостиница Англитер за декабрь 1925 год, он выяснил, что проживало 150 человек плюс 50 обслуживающего персонала. Но среди этих фамилий Есенина не было. Но можно было бы предположить, что он устроился по блату, без формальностей. Хвасталов говорит нет категорически. Это режимный объект. На каждом этаже дежурили чекисты и дотошно проверяли документы у всех постояльцев. Поэтому со стопроцентной гарантией Хвасталов заявил Есенин в Англитере не жил. А каким же образом он оказался в Англитере? А дело в том, что эта тюрьма соединялась с Англитером подземным коридором. И его истерзанного, так же истерзанного, как Алексея Ганина, притащили завернутым в ковер в номер пять. и не случайно номер пять, потому что три года назад порог Англитера Есенин перешагнул вместе с Сидорой Дункан и их поселили в номере пятом. Номер был очень холодный и они оттуда через несколько дней сбежали в другой номер. Но чекисты пустили байку, что вот живя в этом номере теперь уже в двадцать пятом году, на Есенина нахлынули воспоминания об утраченной любви и он впал в глубокую депрессию и удавился. Кстати, вспоминая имя Дункан, надо все-таки сказать, что это была благороднейшая женщина. Она в ноябре 1926 года получила извещение из московского суда, что она, как вдова Есенина, они не были разведены официально, является наследницей всех его гонораров. Ей она могла получить сумму в 400 тысяч франков. Это очень большая сумма. Я специально поинтересовалась курсом франка к рублю того года и перевела их в рубли. Оказалось, что это 22 тысячи рублей. Можете себе представить, что это такое, если средний заработок был 46 рублей в месяц. 46,52. Это полуторагодовой заработок. Но что сделала с этими деньгами, с этим наследством Дункан. Она телеграфировала, что отказывается от этого наследства в пользу матери Есенина и его любимой сестры Шуры. Хочется еще привести такой пример, что в тот день, когда там был участковый 28-го, туда еще пришла бригада уголовного розыска под руководством Федора Иванова, специалиста профессионала, но этот протокол исчез. Зато протокол Горбова остался в архиве, а сам Горбов исчез в неизвестном направлении. Кстати, я обыскалась в поисках фотографии висящего Есенина в комнате на трубе. Нет такой фотографии. И действительно, ее найти невозможно, ее нету. И никто из свидетелей его не видел помешанным. И сварок. Все видели его лежащим на полу. Да его и не вешал никто. Его принесли и бросили на пол. Есть фотографии трупа, лежащего на полу, на диване. Есть фотографии в гробу. Есть фотографии даже комнаты. Но комнаты с висящим Есениным нет. Фотографии нет. И никто никогда из врачей не поверил бы, что Есенин был повешен, если бы не увидел, что опорожнился мочевой пузырь. Вот на том месте, где говорили, что он повешен, было сухо. А у повешенного всегда расслабляются все мышцы и все внутренние органы. Рука должна была упасть. Убийцы пытались эту руку выровнять, опустить. И с этой целью даже разрезали мускулы, но у них ничего не вышло. Таким образом, то, что он был повешен, это все опять же со слов Эрлиха и коменданта гостиницы Назарова, который открыл этот номер 28-го утром и даже не заглянул в этот номер, но подписал документ, что он видел его повешенным. И еще Устинов, так называемый друг, поэт, друг Есенина, тоже подписал, что он видел его повешенным, но всех их ждала и постигла мрачная участь. Назаров выпал из окна вскоре, наверное, помогли. Устинов повесился, наверное, тоже помогли. И могло бы пролить свет на истинную причину смерти пролить свет главный врач обуховки, куда в морг привезли Есенина. Это Виктор Романович Штюлер, но удивительным образом он скоропостижно умер. Хорошо, можно было бы взять архив этой обуховки, но архив декабря 25-го был уничтожен. В конце концов, можно было бы установить истинную причину смерти Есенина, сделав изгумацию трупа. Но в 1955 году, когда хоронили на Ваганьковском кладбище в могиле Есенина его мать, Шура с ужасом, это его сестра, обнаружила, что там находится другой гроб, а не гроб Есенина, когда родная племянница подала официальное заявление на эксгумацию в соответствующую инстанцию, в ответ на могилу Есенина положили бетонированную подушку толщиной в метр. Таким образом, можно сказать, с учетом того, что по-прежнему на документах стоит гриф «Секретно», что запрет на публикацию документов о деле Есенина – это явный признак, что дело нечистое, что есть, что скрывать. 30 декабря 1925 года в 14.00 в Дом Печати в Москву из Ленинграда привезли гроб с телом Есенина, установили на втором этаже и с 17 часов началось прощание. Люди шли с нескончаемым потоком всю ночь до 11 утра следующего дня. 31 декабря состоялись похороны. В этот день была удивительная оттепель. Лил дождь, рыдало даже небо. И Москва рыдало, и небо, и слезы людские смешивались со слезами небесными. Так как любил народ Есенина, никого не любили. Когда он выступал, яблоку негде было упасть. У него загорались глаза огнем. Улыбка была манящая, голос звенящий. И люди задних рядов подавались вперед, просили его встать на стул и даже на стол, потому что не только хотели слышать его голос, а хотели видеть каждое его движение, прикоснуться к нему, обнять его. Церковь не поверила в самоубийство Есенина. И отпевали его в четырех церквях в Москве, в Ленинграде и на Рязанской земле в двух селах. В Константиново отпевал Иоанн Смирнов, который крестил еще младенцем Есенина. В этой казанской церкви он мальчишкой пел на клиросе и дружил с Иоанном Смирновым. А в селе Федякино с соседним Василий Гаврилов отпевал его заочно. Он отпевал его в течение тринадцати лет до самой своей смерти в 1938 году. Со дня празднования столетия, со дня рождения Есенина с 1995 года и по сей день ежегодно проходят, служат панихиды по Есенину. Господи, спасибо Тебе за этот великий дар. Есенин это не пьяница, это великий поэт, гражданин, великий патриот своей родины. Он воспел ее в своих самых лучших стихах. Он не покинул нас, он навсегда остается с нами любимый, незабвенный Сереженька Сережа Сергей Александрович Есенин. Отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник пройдет, войдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время ветром раздувая сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Друзья, читайте Есенина и не только поэзию, а его прозу, его статьи, а еще читайте книги Эдуарда Александровича Хлысталова, вы узнаете еще больше. Помимо того, что сказала я, еще почитайте книгу Бунича «Золотое, золото партии», о том, как Иосиф Сталин возвращал золото, чтобы поднять из руин ленинско-троцкистскую страну негодяев. И американского писателя Бертрана Патенауда книгу «Большое шоу Болл-Энди», как простые американцы спасали русских во время голодомора. Благодарю за внимание.